Привет! Вы на канале Даша Техник и это свежий выпуск танковых новостей. Некоторые эксперты утверждают, что Запад не наращивает производство вооружений и слабо ведет новые разработки. А в этом видео на примере новостей я вам покажу, что это далеко не так. В этом видео будут самые интересные новинки танков, которые уже готовы вступить в бой в Европе. Поехали! А тем временем Райан Металл показал свое видение танка из прошлых войн. Встречайте, это армата по-немецки. Этот танк отлично бы показал себя в локальных войнах в конце 80-х годов. И, видимо, про существование FPV-дронов немцы не подозревают. Зато наконец-то стоят в штатном блоке динамической защиты. И теперь их украинским коллегам не надо будет лепить Контакт-1, превращая таким образом танки в мем. Но далеко не факт, что такой инженерный шедевр дойдет до украинских партнеров, либо же до серийного производства в целом. База у этой машины от обычного второго Леопарда, а вот башня у него необитаема. И три человека экипажа находятся внутри корпуса. И надо же, в 2024 году европейцы изобрели автомат заряжания. И при этом немцы в своей рекламной брошюре указывают, что у этого танка экстремально низкая башня. И это даже немножко смешно. И при этом потомки Фердинанда Порше предполагают различные варианты вооружения. Помимо классической 120-мм натовской пушки, они предполагают еще и вариант со 130- и даже 140-мм пушками. Но если верить уже советским конструкторам, которые заявляли, что проектирование автомата заряжания под другие калибры – довольно трудоемкая процедура. И это была одна из причин отказа от 152-мм танковых пушек. Но это были советские конструкторы, куда же им до немецких. А также немцы продолжают работать над новейшим танком Пантера. И не путать с легендой Панцерваффе финальной части Второй мировой войны. Засветилась еще одна интеракция разработки самого современного немецкого танка. На этот раз башню установили на старенький Леопард 2А4. И, скорее всего, старое шасси используется как мул для отработки систем, находящихся внутри башни. Рейн Метал работает над системами защиты от дронов. И они разрабатывают модульную пусковую установку с малогабаритными зенитными ракетами. На показанных видео их всего лишь 9. Я не думаю, что это поможет защитить от роя в пиве дронов. Да и насколько экономически выгодно будет отбивать копеечные дроны высокотехнологичными немецкими ракетами. Немецкая воинщина в лице Рейн Метал показала универсальный миномет, который можно устанавливать на различные платформы. И в том числе на высокотехнологичный немецкий прицеп. А установка миномета в бронеавтомобиль с приветливо открываемыми люками на крыше вызывает только ироничную улыбку. Ведь даже российский самоходный миномет-дрог не позволяет своему расчету проветриваться, а заодно и попозировать вражеским дроном. А на фоне этой немецкой поделки российский дрог даже с палкой-мино-досылалкой кажется вполне себе высокотехнологичной и продуманной конструкцией. И еще одна новинка от Рейн Метал это новая башня для бронеавтомобилей Линкс. И предполагается, что этот боевой модуль может эффективно бороться с дронами. И концептуально эта поделка чем-то напоминает российский боевой модуль Кинджон. Шведская Байя Системс предлагает интегрировать ППЛА Аралит для системы ППЛА в боевую машину пехоты CV-90. А об этой машине у меня есть специальное видео на канале. И по данным СМИ уже есть демонстратор для сложного 3D планирования миссий и также программного обеспечения для автономного полета. Также заявлена способность скрытого приближения дронов к заранее запланированной разведывательной цели посредством контурного полета. Результаты разведки могут быть выделены на компьютере ППЛА, на цифровую 3D карту или же через очки виртуальной или дополненной реальности, что существенно повышает ситуативную осведомленность экипажа на основе данных в реальном времени. Ну а пока передовые европейские умы думают над улучшением характеристик своих машин, их украинские коллеги перенимают опыт других своих коллег из 40-х годов прошлого века и маскируют свои машины газетами в зимний период. Если в России уже определились с танками нового поколения, то в Европе пока не определились. Вообще даже с самой концепцией. И к делу подключилась Польша, Обрум. Польская компания с более чем 55-летним опытом работы в оборонном секторе будет играть важную роль в амбициозной программе Европейского оборонного фонда по разработке основного боевого танка следующего поколения. Центр исследования и разработки Обрум был квалифицирован и объявлен ведущими европейскими партнерами и идеальным кандидатом на участие в вышеупомянутой программе разработки европейского танка. Ведь несколько недель назад даже были приняты решения о финансировании и реализации аналитической и концептуальной фазы этого стратегического для Европы проекта. А вот эта новость может заставить напрячь военное руководство России. Американцы показали первые концепты специализированной ракеты-перехватчика киберзвуковых ракет, разработанные по программе GPI. Концепты представила фирма Нортон Грумман, а второй участник этого конкурса Райтон. Американцы из General Dynamics показали концепты с очередной модернизацией великого Абрамса М1А1 Септ В4. И, видимо, для полнатой картины машину запустили на всем знакомые локации с архитектурными шедеврами времен Хрущева, как бы намекая на будущее поле боя очередной модификации Абрамса. Также засветился танк Leopard 1, плотно покрытый динамической защитой Контакт-1 на службе УВСУ. Однако тут важно отметить, что толщина гомогенной брони у того же танка Т-55, на которой было принято ставить динамическую защиту, выше, чем у танка Leopard. И ввиду этого блоки динамической защиты Контакт-1 способны лишь наоборот, больше навредить танку, чем ему помочь. Фактически Leopard 1 не сможет выдержать то, на что как бы снивелирует динамическую защиту. Разве при таких удачных обстоятельствах когда боеприпас будет направлен на наиболее защищенную часть танка? Однако, учитывая, что в жизни, как правило, целятся в силуэт танка, ситуация будет не на стороне кошки. Украина в свои руки получила просто немыслимые технологии. На территории этого европейского государства открылся ремонтный завод под знаменами RainMetal и Украоборонпромом. Открытие некого совместного ремонтного предприятия подается как важная веха. Якобы на предприятии будут обслуживать и производить компоненты для таких машин, как БМП Мардер или БМП М113, а также танков Leopard. И планируется наладить линию по производству БМП Фукс и БМП Линкс. На фото с открытием мастерской видно следующее. На сертификатах, которые держат в руках бюрократы из батальона «Мягкие бронеживотики» написано английским и немецким по белому, что это специализированная мастерская по ремонту БМП Мардер. Ну а у двух Мардеров из трех снято вооружение. И такое бывает, когда техника на ремонте. А также такое бывает при транспортировке военной техники по мирной территории, например, по ЕС. Так что далеко не факт, что эта мастерская вообще в Украине. А также она может быть и в Польше, или в Германии. А если это так, то важная веха несколько сдувается, ведь поляки и немцы и так чинили поставленную ВСУ технику без всяких новых шильдиков. И, кстати, о шильдиках. Интересно, что в зоне боевых действий ни разу не зафиксировалась БМП Мардер с табличкой Red Metal. Видимо, это налепили для показухи. Скорее всего, судя по отсутствию зримых боевых повреждений, эта машина вообще была взята со склада. И ее могли привезти специально для фотосессии на торжественное открытие этой мастерской. А на то, что эта БМП была взята с хранения, намекают потеки ржавчины в лобовой части корпуса. А если это уже отремонтировано, то немцы, алё, где ваше хваленое немецкое качество? Но если эту машину только привезли с фронта, то зачем тут табличка? И в итоге, что мы увидели на пресс-релизе? Несколько фото сделано в непонятно каком ангаре. Это может оказаться и мастерская для подготовки к передаче ВСУ Мардеров со склада или, возможно, даже она и не на Кураине. И ни о каких фуксах и люксах тут речи не идет. При этом немецкий Рейн Металл публично хвастается тем, что держит в секрете от русских место расположения своей ремонтной базы на Украине. И якобы на западе страны, но не факт. Предположительно, местоположение базы находится где-то под Киевом, ближе к фронту. Там чинятся леопарды и БМП Мардер. По косвенным данным известно, что практически все леопарды сейчас выведены из строя, а подлежат восстановлению от силы лишь половина из 18 поставленных леопардов. Однако главная цель Рейн Металл это разработка превосходных и перспективных решений. На выставке Евросаторе 2024 компания Рейн Металл представила СЮТ, концептуальный демонстратор беспилотной башни для основного боевого танка следующего поколения. Основным вооружением СЮТ является 130-мм система Future Gun System компании Рейн Металл длиной в 51 калибр. Подача боеприпасов осуществляется через установленный в кормовой нише автомат заряжения из двух магазинов. Боекомплект состоит из 25 выстрелов. Также установлен спаренный крупнокалиберный пулемет калибра 50. Боевой модуль с дистанционным управлением командира оснащен пулеметом и у него еще три вращающих ствола. Благодаря своей высокой огневой мощи пулемет также пригоден для борьбы с небольшими БПЛА. Дистанционно управляемый боевой модуль командира также имеет встроенный дымовой гранатомет и командиры-наводчик, которые, как и другие, члены экипажа размещаются в корпусе танка, имеют собственную оптику дневного и ночного видения с обстроенным лазерным дальномером. Командиры-наводчик могут наблюдать за обстановкой независимо друг от друга и также находить и помечать цели и поражать их. И таким образом, безэкипажная башня обладает одновременно способностью охотника-убийцы и убийца-убийцы. Возможности разведки можно дополнительно расширить за счет небольшого бортового разведывательного дрона. В башне с электроприводом также размещены системы управления огнем, части оборудования С4А и другие части сенсорных систем, включая метеорологический датчик. Система ситуационной осведомленности обеспечивает превосходную ситуационную осведомленность. Система активной защиты Hard Kill, такие как система активной защиты Rain Metal или, как показано на Евросаторе, Iron Fist, а также система защиты Soft Kill защищает экипаж и платформу от широкого спектра воздействий. Доступ в безэкипажную башню осуществляется сверху через люк для обслуживания. Сколько ржали над Прибалтийскими Эмиратами, и тут вот оно как. Милрем Робатикс из Эстонии это ведущий мировой разработчик роботов и автономных систем расширил свои производственные возможности в пять раз и открыл новый завод, который позволит компании производить более 500 единиц своих проверенных в эксплуатации многоцелевых беспилотных наземных транспортных средств Хэмис. Уже участвуют в программах закупках 18 различных стран, 8 из которых являются членами НАТО, в том числе Эстония, Франция, Германия, Индерланды, Норвегия, Испания, Великобритания и США. Беспилотные автомобили Хэмис также помогут украинским солдатам в борьбе с Россией. Расширение эстонской обороны промышленности выгодно с точки зрения безопасности, а также с экономической точки зрения. Это сказал Кусти Салм, постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии. Европейцы представили новый вариант танка ЕМВТ-АДТ. Танк получил орудие в 140 мм. Башня стала еще меньше, а машина стала выглядеть еще более футуристично. Помимо всего этого, можно предположить, что этот танк получил французский комплекс активной защиты, Прометеус, вместо израильского Трофи, что устанавливался на более старой версии этого танка. И это все еще один большой черный модуль, огибающий башню. Судя по всему, Трофи действительно получил сильный репутационный ущерб, учитывая, что записи с его эффективной работой в основном только рекламные. И этот танк – это очередное доказательство того, что ЕМВТ – это, скорее всего, демонстрационная возможность того, что могут сделать французы и немцы вместе, а не то, что они собираются реально принимать на свое вооружение. Также представлена Leclerc Evolution – это новая концепция французского основного боевого танка, оснащенная низкопрофильной башней со 120-мм пушкой. Однако заявляется, что она легко комментируется под более крупный калибр до 140 мм. Leclerc Evolution представляет собой новую концепцию с четырьмя членами экипажа, адаптированную к современным тактическим ситуациям. И для этого в шасси Leclerc Evolution интегрирован в пост экипажа для заместителя командира, который управляет обширной системой датчиковых и также БПЛА. На авиасалоне ИЛА-224 в Берлине показаны FPV-камикадзе Маус. Видимо, немцы очень любят свои исторические аналогии. И по аналогии с российскими и украинскими дронами немецкие камикадзе в качестве боевой части также снабжены гранатами от противотанковых гранатометов. Борьба с дронами буквально головная боль с обоих сторон конфликта, и российские разработчики показали переносную станцию помех в эмигатор. Это устройство генерирует защитные от дронов купол на 300 метров. И для завершения образа солдата из будущего нам не хватает, наверное, только экзоскелета. И если FPV-дрон, то только такой. В Запорожской области прошли испытания дистанционно управляемого танка Т-72 с именем Вася. Роботизация серийных образцов бронетехники это очень перспективное и востребованное направление. Благо, программно-аппаратный комплекс Прометея уже существует и он испытан. за роботанками, а не за срочными сборами на гаражные поделки. И напомню, что программно-аппаратный комплекс Прометея это разработка входящего в Ростех холдинга высокоточные комплексы. Эта система позволяет превратить любую БМП, БТР или танка в дистанционно управляемую роботизированную машину. Такая техника с любым боевым модулем может перевозить подразделения мотострелковых войск или вести бой и огневую поддержку десанта. И в том числе с воды. Оснащенная программно-аппаратным комплексом машина может без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку. Автономно определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. Если совместить Прометея с перспективными системами управления огнем, то получится настоящий терминатор. Прометея позволяет повысить эффективность бронетехники в бою, а главное повысить защищенность экипажа. Разработка программно-аппаратного комплекса уже завершена в полном объеме и в настоящее время комплекс проходит полный цикл испытаний и даже в боевых условиях. Также напомню, что идея сделать дистанционно управляемый танк не нова. Идеей скоро будет наверное 100 лет. Подобные телетанки применяла Красная Армия еще в Зимней войне. А в 80-е годы был проект по модернизации танка Т-80. Так что история снова повторяется по спирали. И Средневековье возрождается в новом виде в военном деле. На фронте на стороне Российской Федерации были замечены боевые лучники, которые стреляют стрелами со взрывчаткой. А если в России только опробуют средневековые технологии, то в Израиле их вовсю используют. В сети завирусилось видео с требушетами, которые забрасывают огненные шары на лиманскую территорию с целью вызвать пожары. И также еврейские воины вспомнили технологию времен царя Давида и используют лук для поджигания травы. И вот такой обзор танковых технологических новостей у меня получился. Если вам нравятся мои видео, то я рекомендую подписаться на канал. Также поддержать вы можете меня через сервис Boosty по ссылочке в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.